Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу показать вам праздничный рецепт. И надеюсь, что многим из вас он придется по вкусу. Ну или, по крайней мере, какими-то приемами из этого рецепта вы себя на кухне воспользуетесь. Процесс разделится на две части. Предварительную и основную. Вот эта подготовка займет всего 5-7 минут вашего времени. А основной займемся завтра. Мне понадобятся сегодня размягченное сливочное масло, немного зелени, в данном случае петрушка, чеснок, чили, перец, соль, полбокала даже меньше портвейна и сухофрукты. В идеале вяленый инжир, как у меня. Вместо портвейной инжира можно взять, например, сочетание коньяка и чернослива или кураги. Короче, по ходу кеса, определитесь. Приступим. Инжир заливаю вином. И закрываю пленочкой. И на этом все. Да-да. Не удивляйтесь. Чеснок порубить мелко. Чили, перец также. И зелень в пыль. И все это смешать с маслом, посолить, конечно, мешать до однородности. А теперь из этого ароматизированного масла мне нужно сделать колбаску. Проще всего воспользоваться коньякерским мешком. На сегодня это все. Инжир будет отмокать при комнатной температуре, а масло отправлю в морозилку. Не в холодильник, а в морозилку. До завтра. Продолжаем разговор. Итак, сегодня мне понадобится корейка бескостная. Вот такой отличный кусок. Смотрите, с этой стороны даже жирка немного есть. Бекон, немного горчицы, мед, грушу, лук, картошка, грецкий орех и вчерашние заготовки. Инжир в портфейне. Приступим. Кусок корейки надо проколоть длинным ножом. Взять в замороженный брусочек масло и вогнать его в корейку. Вот эта часть свиньи очень постная. Надо добавить жирка и ароматов. А теперь загоняю сюда инжир и грецкие орехи. Чередую. Инжир, орех. Инжир, орех. Отлично. Горчицу добавить немного меда. Ложку портфейна. Посолить немного. Перцы сюда. Перемешать. И смазать мясо. Немного этой смеси оставлю на потом. Вот здесь я разложил бечевку. Кладем мясо. И укрываем его беконом. Красиво. Завязываем. Теперь два варианта. Один побыстрее, другой подольше. Мне нравится подольше. В первом варианте нужно просто убрать этот кусок в духовку. Температура 180-190. Верхний и нижний жар. Примерно полтора часа. Следите, чтобы не подгорело. Для второго варианта нарежу лука. На дно его. Сюда же оставшийся портфейн, которым замачивался инжир. И мясо. А теперь хитрым способом накрою фольгой. Видите, форма для запекания больше по размеру, чем мясо. Так задумано. Укрываю так, чтобы воздуха под фольгой было как можно меньше. И убираю мясо в духовку. Верхний и нижний жар. Температура 160, максимум 170. Перерыв на два с половиной, а то и три часа. А спонсор сегодняшнего выпуска – кэшбэк-сервис SmartySale. Сервис умных покупок. Мы все живем в 21 веке. И огромное количество покупок совершаем в интернет-магазинах. Оплата, естественно, по безналу. Хочется возвращать немножечко процентиков себе на карту. Правильно? Кэшбэк-сервис вам в этом деле поможет. Ведь SmartySale – высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинах. Минимальные суммы для снятия, до ограничений считаем, что отсутствуют. Мгновенная выплата удобным вам способом. От пополнения мобильного до выплаты на банковскую карточку. Ну и удобные штучки. Для пользователей Mozilla, Opera, Chrome, Яндекс.Браузер доступны расширения. И SmartySale начисляет кэшбэк в валюте вашей покупки. Уже более миллиона довольных покупателей. Наверняка большинство ваших друзей уже пользуются этим сервисом. Пользуйтесь и вы. Проходите по ссылке в описании и вливайтесь в ряды. Прошло 3 часа. Молодую картошку я разрежу крупными кусками. Мытую, конечно. Посолю. Немного масла. И немного гранулирного чеснока сушеного. И перемешать. Можно и свежего. В духовке. И вот для чего я брал форму большого размера. Картошку положу вот сюда. Еще минут 30. Короче, жду готовности картошки. Осталось совсем недолго. Картошка там уже практически готова. На сковороду кусочек масла. Груши присыпать сахаром. Немного. Просто они не очень сладкие, поэтому и сахар. И разрезаем вниз. Поджариваю совсем чуть-чуть, только чтобы слегка закарамелизовать вот этот разрез, чтобы он был не такой влажный. Вот. Отлично. Больше вы не надо. Надо доставать мясо из духовки. И вот теперь остатками горчичной медовой смеси смазать. Смотрите, что тут на дне. Ну и картошку и груши в форму. И верну в духовку минут на 10, ну максимум на 15. Мне нужно, чтобы груши слегка помягчили, а бекон стал совсем красивым. Очень короткий перерыв. Вот такую красоту и можно ставить на праздничный стол. Конечно же, надо разрезать порционно, но это очень сложно, потому что мясо при таком способе готовки, сами видите, какое нежное. Так что заранее остро точить ножи. Ну, как вам такое? Нежная свининка с остротой чили перца, со сладостью меда. Горчица. Я горчицу выбрал такую с средней сладости, то есть остро-сладкую. Такую. Короче, горчица классно на месте. Ну, свинина с горчицей, я здесь близнецебрате практически. И груша здесь дала аромат свой. И инжир, дайте мне инжиры. О, инжир. Классно. Очень классное сочетание. Вот это свинья в яблоках или свинья в апельсинах. Вот это вот свинья в грушах со сладкими, настоянными на портвейне, инжиринами. Это классно. Это прям, это необычно, но это классно. Так, ну, теперь сладкие груши. Карамелизованные немножко. Помните ролик? Текст Куманского халифата. Вот здесь ссылочку повешу. Вот это вот свинина из Куманского халифата. Просто класс. Острая, сладкая. Так, ну и картошки с этим вытопившимся соусом. Очень нестандартное, очень интересное блюдо для праздничного стола. Так что смело берите на вооружение. С наступающим Новым Годом! Спасибо за компанию. Пармакод Фреско позволит вам сэкономить на ножах Самура. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!